приветствую зомби для цитруса сегодня 9 марта весна хотелось конечно больше тепла и солнышко весной в марте но весна довольно таки капризная то мороз то ветер сильный холодный то тепла немножечко на несколько дней и снова же будут морозы когда наступит полноценная весна пока непонятно пока еще не то не все ну ладно что делать синим саду тем временем конечно же все меняется все цветет все растет на всем абсолютно прирост и остались очень редкие плоды вот ну а ну как бы и понятно время расти цвести и пахнуть и связать плоды мухи еще спят что-то я какой-то бракованный опарыш манго цветет авокадо цветет все цветет и я вам покажу свои новинки которые у меня есть вот моя помощница ей выделен плед на котором она барыня почивать изволят зарушка вот так вот еще радует своим цветением камелии вот красная она довольно таки обильно цветет и долго бутонов много и часть осыпается за счет того что их очень много новые раскрываются и как бы цветение продлевается и длится какой-то определенный период и достаточно долго можно любоваться ее цветами то есть красная обычная ничем не примечательная но цветет дуже долго за счет чего выглядит эффектно вот бутоны одни уже там сморщились одни только собираются распускаться одни вовсю распущены вот столько много тычинок в общем красотища они камели обожаю такое время когда вот все зеленые редкие там плоды остались а здесь камелии радуют своим цветением вот розовая махровая тоже красивая полные цветы такие нежно-розовый цветочек а еще у меня новинка это вот такая белая камелия она вот как розовая цветок крупный махровый вот еще ладошку подсуну вот какой не огромный цветок цветок реально классный огромный чисто белая вот мою предыдущую белоками ли вы видели какая она цветет она больше похоже как на пиончик у него своя красота а этот махровый беленький и сам куст такой довольно таки мощный у него скелетные ветки толстые вкус такой общий час подниму повыше класснющий такой богатырский метки толстые ну да она была обрезана но при этом у него вот есть молодые приросты уже так что у меня плюс белая крутая капель как говорится камелей много не бывает вот у нее такой горшочек черненький позже я пересажу ее в грунт для радодендронов и будет вот на фоне красной розовой махровой еще будет такая белая махровая муж конечно чего сезон только начался начали их заводить может быть еще что-то достану рядышком на дне цветет апельсинчик слава вавилова ой мандаринчик вот бурненько так уже распустился рядышком сочинский с бутонами с приростами вот смотрите в весну и бутоны есть и приросты есть потому листовой аппарат у него станет куда больше не торопитесь регулировать им завязи а это у нас олимпийский его смотрите какие у него крутые завязи только осыпаются лепесточки завязь довольно таки крупная весь усыпан бутончиками мой гигантский king бутоны стали у него плотнее и крупнее вот как зацветет я вам тоже покажу он правда весь усыпан этими горошинами так что как только распустятся эти бутончики у него я покажу как он будет выглядеть и какие будут у него бутоны потому что как-то как-то они немножко не так как это должно быть у всех ну ладно подождем посмотрим проверим а горшок украшают церапеги и лавры также у меня маленькая новенькая гортенция но она потом поедет пойдет на улицу в клумбу все остальное с цветочками все осыпается и недавно убирала чтобы было покрасивше потому что спать много лепесточков вот кумкват и бутончики вот мелкие и прирост и хотя обычно у меня компоты цветут по жаре этот решил чуть пораньше обычно у меня проходит лето наступает такая мега прям жара и и потом только цветут кумкват и свете цамбедиума же отцветают жалко что они не цветут целый год ну то ладно один плотик на угле остался рубина как-то не вовремя не по теме цвел вот такие бутончики на угле фрукты разрыв развиваются в основном уже все зеленое единственное что вот еще мора сангвенели там вот помела дозревает а так в основном это все зеленые цветы лепесточки осыпаются и остается просто много-много зелени и молодых вот таких седых приростов на ушмуле пряный аромат от манго стоит вот такие цветочные кисти распускались нужно брать кисточку пытаться опылять что-то мухи еще спят и в такой период когда рано весной все цветут мухам пчелам им всем некомпортно потому что здесь много влажности потому в идеале им бы попозже немножко цвести но природа же делать против не попрешь не прикажешь она сама чувствует вот аму а8 такие молодые свежие сочные приросты неола с бутончиками на краюшках молодых приростов даже вот эта ветка варегатная тоже выпустила прирост я конечно и не срезала прививку не сделал посмотреть что будет ну подождем вызреть прирост сделаем сделать прививку мы всегда успеем ты копал с молодыми приростами м3 молодые приросты все распластались уже под потолком поскольку у него там вот на краях веток много бутонов придется подождать пока он отрегулирует зависи и потом подстричь может быть где-то отводку сделать какую-то ветку наклонить с плодами и остальное начеренковать потому что много бутонов именно под крыши цветов придется ждать пока пусть пусть пока лезет потолком в остальном это вот приросты завязи вот лайм карсиканский это пурша цветет вот пассифлора тоже уже такие плети большие хотя вот ну я же каждый день здесь не было недавно их уже какие вот плети выдала нужно закручивать на опору выносить еще рано и когда наступит это время пока непонятно погода немножечко капризничает полин даже снег идет сейчас посмотрим в окошко где нет конденсата вот помыла то есть у него помните если вы смотрели предыдущие ролики у него были деформированные бутоны ну вот ничего они пораскрывались уголяются завязи так что деформированные бутоны это не страшно вот хашимотик есть цветочках солнце спряталась камера наверно не ловит но летят снежинки и это 9 марта а хотелось уже тепла окошко было открыто так что мне нужно сейчас закрыть окно солнца нету отопление отключено чтобы тепло сохранить окошечко пожалуй закрою а так было комфортненько при солнышке даже очень жаркинка и пришлось открывать чтобы потолок подсыхал и не так жарко было вот но все закончилась лафа солнце спряталась снежинки полетели вот у природы как говорится нет плохой погоды вот прирост и бутоны цвет он цитрун квад зелеными плодиками моего еще с плодами еще порадуют своими вкусными плодами потом малиновым тонком горшке это лимон барнео прививка сделана была 5 06 20 и вот такой чудный экземпляр было четыре скелетные ветки все более привиты хорошо подрос и вот уже эта ветка с бутонами так что хорошие ноги дают и хорошие приросты и довольно таки скорое цветение сейчас я попробую достать вместе с горшочком показать поближе его красоту кроны его вот то есть вот он такой классный хорошо прижились прививки подросли хорошо и на краях есть вполне себе нормальные бутоны он будет состоянии это все но не все плоды у него крупные так что-то он выносит можно будет потом подрегулировать потому как все таки молодая прививка еще года нету но 4 скелетные ветки все прививочки прижились удались хорошо так что можно терять делать деревья сады пробовать учиться и тренироваться что хотела вам еще показать это дерево сад мандариновая вот у него была сделана куча прививок есть ролик об этом экземпляре как он делался как это все прививалась и вот он так выглядит на сегодняшний день то есть это метр двадцать крайней точке с горшком молодые приросты вот которые вертикально они конечно же намного лучше прижились вот прививочка и вот это вот молодой прирост у него сейчас я посмотрю где-то должна быть дата когда его прививала может быть так это было тоже пятого шестого двадцатого года то есть скоро будет год вот это вот огромный такой шикарный прирост остальные поменьше веточки вот наклонились вот они тонкие хрупкие их можно прищипнуть я их сейчас прищипну выравнивать и подбирать их уже будет новая хозяйка потому что это дерево делалось под заказ ну как бы все удачно нижняя веточка вот даже с путоном все можно оставить если сам сбросить то и ладно а не сбросить то можно смело оставлять вот то есть сама классно растут приросты на вертикальных сокодвижение идет вверх полноценно и эти прививки припать получают максимум сокодвижения и силы и прирастая вырастают намного крепче другие принципе тоже все пришлось хорошо вот молодые приросты здесь намечены может быть будут даже бутоны и вот долго сидела не было приростов но приросты появились так что прививочка может просидеть на вашей на вашем подводчике в течение года не давать никаких признаков жизни никаких приростов но не переживайте она обязательно проснется у меня редко случаи бывают такие что не просыпается в основном просыпаются и вот то есть ветки эти отходят немножечко в сторону соседняя ветка более вертикально и конечно же на ней прирост получше так что в формировке дерева сада нужно проявить максимальное терпение чтобы все прижилось и дождаться на всех приростов точно так же эту верхушку вот это можно уже прищипнуть пока она хорошо отщипывается ногтями у нее затормозится стремительный рост вверх тем самым пробудется в боковые вот эти вот боковые прививочки и все вот это нужно будет выровнять я наверное перед отправкой упаковкой то буду выравнивать чтобы она доехала и не поломалась фиксировать ну вот такой дерево сад получилось сложность в таких делать такие деревья сады под заказ это такой подвой это была воздушная отводка пандероза если вы находите кто вам это может делать такие воздушные отводки то нет проблем и ну да проблема есть именно с воздушными отведками чтобы они были вот такие чтобы они были хорошие и качественные хорошо развивали корневую систему то есть проблемы для дерева сада это по твой еще может попасться дичок огромный шикарный на нем можно тоже делать дерево сад но к сожалению такие дички не валяются на улице просто так раз уж пошла речь о дерево садах вот прививочка на треноги вот сама тренога была срощена и сделана на ней прививка все это делалось в одно время в один год то есть сначала я срастила долго ждать не стала и привела на нее черенок культурный он прижился то есть прививка прижилась и вот он уже весной выдал прирост я его прищипнула то есть на данный момент с горшком это 70 сантиметров то есть это будет штамп на треноги довольно таки высокий и вот удачно а вот и неудачно 1 тренога уехала уже к новой хозяйки вот надо будет поинтересоваться как она там себя чувствует а это тренога отсушила прививку то есть вот место прививки был даже прирост но листочки осыпались и произошла вот такая штучка отсушила сам подвой живой этот моя тренога все отлично там пытается идти в рост но вместо прививки отсохла при том что прирост уже был был на всех прирост и но вот такое случилось почему такое происходит я не знаю по какой-то причине даже несмотря на то что был прирост и это произошло через какое-то время определенное но это случается так что будем переделать вот он по двое пытается идти в рост все осталось выделить время для прививок и просто переделать над молодыми прививками тоже нужно колдовать удалять вовремя подвой вот прозевал чуть-чуть и вот струмелка красивый отрос какой молодой красивый сочный прирост у него выравнивать вот хрупкие веточки подпирать выравнивать чтобы они окрепли вертикальном положении вот тоже нужно все это выровнять подвязать подпереть чтобы она не валилась не клонилась не было деформированным и уже отправлялась хозяину в хорошие руки с красивой кроной авокадо хаас сбросил все старые листья причины я не знаю вот так вот выглядит с бутонами и цветами похож на свечку каштана при этом выдает новые приросты вот так вот так что если ваш авокадо бросает листья главное что вы уверены что вы его не заливаете а у него не закис грунт то это и не страшно потому что вот приросты есть прироста много потом покажу что будет с ним дальше хотелось бы чтобы опалился и полиплоды бакон для опаления у меня есть единственное я пытаюсь это делать кисточкой и самими цветочками мухи еще не проснулись апельсин шум кулкан дозревает еще немного и плотик скоро будет желтый можно будет сорвать остались еще вот несколько грейпфрутов марш седлес желтеньких но им еще повисеть немножечко надо и остальное все с приростами вот тангор тоже под потолком одни бутоны придется ждать пока произойдет регулирование завязей и потом уже формировать его так что все с приростами все с цветами все зелено красиво хочет все тепла и солнышко по максимуму а его еще немножечко нет вон там плотики на апельсине сангвенели конденсата еще много для всех этих насекомых это очень важно вот мандарин чангша это первое его цветение тоже моя прививочка так что посмотрим на его вкусовые качества это вроде бы как довольно таки морозостойкий сорт но все зависит еще и от подвоя а подвоя у меня здесь какой-то случайный так что морозостойкость ему проверять не будем еще манго с цветами все эти манго уже не первый год плодоносили и все было отлично бергамоты вот так вот выглядит гроздь бутонов у бергамотов вот его цветочки вот хорошо видно ой цветочки ой это апельсин блин ветки по переплетаются и потом показываем не попадя вот цветы и зависть бергамотиков у них такой пестик уверенный и там такая пузатая зависть вот сейчас попробую найти где-нибудь показать поближе вот так цветут апельсины гроздьями и пачками молодые приросты все смешалось у природы и приросты и цветы тарока ипполита выдал хорошие приросты в этом году по всей видимости цвести он не будет будет наращивать зеленую массу потому как он был пересажен в открытый грунт в посадочную яму с плодами плоды не вызрели как положено но он то прижился так что все хорошо уже успех что он прижился он живой выдал хорошие приросты так что осталось подождать рядышком тарока один из тарока тоже пока без бутонов будут не будут непонятно но главное что они живы и им нравится вот какие сочные приросты листва малахитовая нужно подпирать подвязывать веточки вот значит плодов дождемся немножечко попозже рядышком грифрут марседлес он тоже в грунте но бутоны у него в самом низу вон там гроздь бутонов вот тут вот за кастрюлей пучок бутонов что как бы немного неудобно ну ладно как решил вот то есть все с приростами с цветами с обалденными приростами это все придется подождать пока вызреет и срезать что-то опустить на черенки на укоренение что-то может быть наклонить подвязать потому что приросты такие обалденные вот солнышко выглянуло да и снова хорошо и комфортно спрячется полетят опять белые мухи уже не хочется вот мандарин весь весь в корошенку мандарин в асаке он тоже есть в жемчужные бутоны с приростами приросты на краюшках смотрите на молодых приростах много бутонов очень так что посмотрим что он нам нас связывает тут весь просто красавец огромный с кучей бутонов вот эти растения я обрезала их в ролике делала им кардинальную обрезку из-за зимы я не успела их пересадить не успевала уже скоро будет можно и я их кардинально обрезала крона у них была корявая листочки были такие гофрированные и посмотрите вот приросты пошли вот весь в приростах то есть никто из них не пропал они выдали приросты и этот вот как ежик и малыши там сверху то есть со всеми этими растениями которые я обрезала кардинально в ролике все хорошо их остается только пересадить единственное с чем сложно пока мне подружиться это с папайей но вот начались теплые дни и у нее тоже начался уже такой получше прирост я надеюсь он отрастет и станет она выглядеть покрасивше а не такая печалька как это выглядит на данный момент Слава Мичурина еще дозаривает несколько плодов при этом и приросты и бутоны апельсин который мне подарил Антон забыла пока его название вот так все цветет потравила я кстати тлю и сделала я провела обработку препаратом спасатель роз там идет слабая подкормка препарата 3 и препарат от грибков здесь в углу куча мала и апельсин вот выйдет немножечко часть на улицу и можно будет разобрать кто из них кто это лайм с таким сочным приростом дальше лимон макс а тоже с хорошими приростами на него навалился грейпфрут со своими а за ним барнео с завязями вот такие завязи барнео этот экземплярчик из питомника из оскара тинтери вот у него еще там веточка в окошко упирается с бутонами и сорняк сейчас закончу съемку нужно его повернуть и убрать от него сорняк вот такие новости на сегодняшний день 8 марта погода еще не наладилась еще весна еще довольно таки прохладно может даже снег пролетать небольшой морозец по ночам но растения растут и радуют так что растите цитрусы всякую экзотику радуйте себя и друзей и близких прививайте укореняйте если что-то не получилось а помните мы всегда можем это переделать с растениями это срабатывает все можно перепривить переукоренить не стоит расстраиваться опускать руки и отчаиваться впадать тем более в депрессию потому что нам просто некогда это делать нужно все подкармливать удобрять подвязывать обрезать работы очень много вот камелия радует своим цветением просто нужно еще дополнить дополнить себя красотой будь то кактус будь то красивейшая камелия так что радуйтесь создавайте больше позитива для себя для окружающих чудите сами делайте больше чудес потому что это нам все подвластно привить укоренить и вырастить довести до плодоношения и получить вкусные плоды все всех обнимаю до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч